Всем привет из Харькова и Черкасской Лозовой. Сегодня 18 июля 2021 года. Засуха и жара продолжаются, хотя на завтра передали на вечер грозу, если, конечно, оправдается этот прогноз. Сегодня зацвели у меня нимфейки розовые и вот эта трехцветная, которая левее. И черная принцесса так и не цвела в этом году. Непонятно, или я плохо ухаживаю, или надо грунт уже менять там, или я не знаю, что. Может, жара так сильно действует, ведь вода по существу перегревается, а для корней растений нужна прохладная вода. Весной холода не давали засвести вовремя растения, а сейчас жара их придавливает. Сейчас буду кормить рыбок. И когда я подошла к этому месту, где рыбки любят кушать обычно, я, конечно, была в шоке, сколько карасей развелось, обычных карасей. Там сейчас, наверное, насчитывается уже штук 500, если не больше. Сейчас вы увидите, я брошу корм, воду, и первым делом посбегаются сюда карасики серенькие. Хоть их и жалко, конечно, это тоже живые существа, но все-таки такое большое количество недопустимо в маленьком пруду. Ну, тут, знаете, палка о двух концах. С одной стороны, они своими отходами, продуктами жизнедеятельности загрязняют пруд, а с другой стороны, они же очень много поедают всяких мелких водорослей и очищают пруд. Поэтому от них, ну, наверное, больше пользы, чем вреда, я так думаю. Ну, пусть пока живут, потому что, чтобы уменьшить их количество или вообще извести, это надо спускать в воду и чистить весь пруд. Иначе никак. С очком не выловишь, на удочку тоже не выловишь. Вот видите, мелькают. Вот это серенькие, между красными рыбками, это обычные серые караси. И вот еще у меня радость большая. Вчера квакала лягушка. И вот она одна единственная. Может, тут и вторая где-то есть, но я их не вижу. Обычно они все на виду сидят. Вот. Но пока что я вижу только одну. Также зацвел вот цветочек, лилейник, в моем плавающем острове. Здесь вот посажен лилейник махровый в горшке и хаутюния. Хаутюния уже цвела белыми цветочками, мелкими такие, но они невзрачненькие. А вот лилейничек очень красивый. Рыбки резвятся. Да, еще очень много приходится добавлять воды. Ну, почти каждый день я добавляю из скважины воду в пруд, так как уровень падает. Ведь жара такая стоит. С поверхности пруда испаряется много воды. Растения испаряют воду. И растения, которые находятся в биоплато, вот там левее вы увидите. Я уже показывала в предыдущем видео, как разрослось мое биоплата в этом году. И, конечно же, оно больше всего испаряет воды своими листьями. И поэтому приходится каждый день добавлять воду. Ну, рыбкам, наверное, это нравится. Ведь горячая вода им тоже, наверное, не по вкусу. А из скважины все-таки бежит прохладненькая водичка. Ну, мне так кажется. А у рыбок, может, другое мнение совершенно. Вот какой лилейничек. Красивенький, махровый. Вот, но в этом году тоже очень поздно он затвел. И здесь у меня пока что один плавающий остров. В прошлом году было два. И было еще красивее. Здесь несколько сортов, несколько цветов было. Лилия Яникова. Всем большое спасибо за просмотр этого видео, за лайки, за комментарии, за подписку на мой канал. И до следующей встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok